Пожаловать в Лас-Вегас, в МГМ Грэнд. Интересный бой ожидается. Дело в том, что Мэйвезер перебрался в более тяжелую весовую категорию. Вот он. На взвешивании. Это его противник, Хасилуис Кастиле, мексиканец. 9-0. Это не рекорд Флойда Мэйвезера. Это столько раз он защищал титул чемпиона, которым владеет. Из 9 защит он выиграл 9. 6 из них нокаутом. Флойд талантливый боксер. Вы его уже видели. С хорошей реакцией, превосходными рефлексами, умением двигаться, пластичный. Обладает очень резким, очень неприятным и жестким ударом. В общем, он обладает всеми качествами чемпиона. Рактор тоже чемпионский, вздорный. Вообще, Мэйвезера – это известная боксерская династия в Соединенных Штатах. То ли дядя, то ли папа Мэйвезера встречался когда-то с Костей Дзю и был бит. Сэл Луис Костей, четвертая защита. Да, всякое бывает, конечно. Что-то прослабились, видно. БМД Грэнд, если не сопровождает одного из бойцов. Секьюрити Крин. С этих неуравновешенных типов хватает. Костей из четырех защит своих. Одну проиграл когда-то. Защит титула, я имею в виду. Костей Игорь Завевал. Сné. Костей. Класса чемпионов. 12 раундов боксинга для ВВС. Легкость чемпионов мира. Итак, 12 раундов боя, как оказывается, в легком весе, в бою за титул чемпиона мира по версии ВВС. Жерри Рот, Чон Кейн, Анек, Ангтон Камп из Таиланда. Международная судейская бригада. Вик Дракулич, рефери. Несмотря на то, что у него такая устрашающая фамилия, он, в общем, приличный, корректный рефери. Поблика уже давно на крючке у Майкла Баффера. Все ждут его этого клича. Как не пытаются другие телеканалы что-нибудь подобное придумать. Помните, Шоу Тайм выключает свет, кричит, Ит Шоу Тайм, свет включается, все ревут. Однако побить Майкла Баффера никому не удавалось. 27. 20 нокаутов. 27 побед. 0 поражений. Флойд Мэй Вэзер. По кличке Приди Бой. Красавчик. Флойд Мэй Вэзер. 45 побед из 50 боев. 41 победа нокаутов. Четыре поражения, одна ничья. Сэл Луис Кастильо. Чемпион мира, между прочим. Кастильо по кличке Эль Тирид. Ужасно. Вот Флойд Мэй Вэзер, перебираясь в другую весовую категорию, намерен отнять этот самый титул. В легком весе по версии WBC. Сэл Луиса Кастильо. Надо признать, что, в общем, положение у Кастильо невыгодно. Он на территории Флойда. И несмотря на то, что вот эта часть Соединенных Штатов, по-моему, скоро все Соединенные Штаты населены испаноязычной публикой. И поддержка ему тут тоже обеспечена. Но, конечно, с славой и известностью Мэй Вэзера, ничто не может сравниться. И Кастильо это понимает. Тем не менее, мы с вами уже как-то немножко изучили характер мексиканцев. И знаем, что они не гнутся и не ломаются, даже в неблагоприятной обстановке. Я имею в виду боксер. Некоторые любители бокса считают, что Мэй Вэзер, может быть, лучший боксер сейчас. Если брать его потенциал и талант. Вообще в мире. В любом случае, в этом списке по паунду он присутствует. И все ждут быстрая расправа. Тут, на ринге. И Мэй Вэзер, стремясь оправдать эти ожидания, а также потешить свои амбиции, сразу резво начинает первый раунд. И, конечно, друзья мои, этот класс несравним, по сравнению с тем, что мы видели в первом дале. Мэй Вэзер, это, конечно, на 10 голов выше по своим способностям боксера. Да еще в зал рвет USA, USA. Ну, а Костелево невозмутимо переждал эти начальные спорты и принимается за свое. А свое у него это прессинг. Так что уступать пространству он этому местному таланту не намерен. Несмотря на то, что оба абсолютно одинакового роста, насколько мощнее выглядит Мэй Вэзер. И насколько он быстрее. Чистое попадание было справа. Но вот что такое перемена веса в сторону увеличения. Более легкая весовая категория от этого удара падали. Здесь Костелево, не моргнув глазом его, что называется, проглотил. И снова за свое. Вот такой вот раунд получился. Сколько я помню, Мэй Вэзер добивался преимущества сразу, с первых секунд. Он был хозяин на ринге. А тут вот видите, все выравнилось к концу раунда. Так же, но вы можете уходить его. Если вы ворот, вы не сможете уходить. Вы не можете уходить ее, а именно вот это не надо. Уходите? Вы не можете уходить? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Интересное качество у Мэйвезера Он с одинаковой легкостью двигается что вперед, что назад С одинаковой скоростью Такое впечатление, что вообще инерции ему не знакомы совершенно Мексиканец невозмутим Он дает понять, что все титулы, все репутации славы Мэйвезера нисколько его не волнует Он приехал сюда драться и, как видите, свое намерение выполняет И время зря не тратит Не ждет Субтитры сделал DimaTorzok Легопытно, мексиканец поставил всемогущего Мэйвезера в оборону Пусть временно, но заставляет пятиться О, а гон еще не нравится и попадать Ко всему прочему Это интересная вещь Удивительная И редко наблюдаемая На ринге Боксер, который медленнее, попадает чаще, чем тот, кто быстрее Раунд за Кастилью, по-моему, сто процентов Что-то я не помню, чтобы Мэйвезер получал повреждения Главное, так рано, в начале боя Немножко в ногах запутался Кастилью В этом эпизоде Третий раунд Мэйвезер начинает атакой справа И как-то буквально незаметно снова оказывается спиной к канатам Главное, так рано, так рано Тут хор американских патриотов пытается подбодрить Мэйвезера А Мэйвезер тоже, в общем, выцеливает где-то Он обладает, я говорю, нокаутирующим ударом Поэтому ему, в общем, труда не составит срубить противника, если попадет Но вот Кастилью почему-то не дается пока Вообще интересная вещь Мэйвезер два сюрприза сейчас получил При переходе в более тяжелую весовую категорию Во-первых, противники, конечно, помощнее А второе, это то, что если раньше от него бегали То сейчас ему приходится пятиться Пока что Кастилью очень рационально действует Ничего лишнего не делает Никакой шелухи Абсолютно спокойно и методично Но дистанцию свою держит И ставит противника туда, куда ему выгодно Да, вот такой очень интересный, мне кажется, бой складывается Неожиданный Потому что все привыкли Эффектным Иногда просто легким победам Мэйвезера Поскольку Он превосходил всегда своих противников И по мощи, и по таланту И по уму, я бы сказал Потому что он есть тактика Что называется на «ты» Он прекрасно может менять все, что Он делает в ринге На совершенно противоположные вещи И делает это с легкостью И тут вот пока что так события развиваются Я еще не помню, чтобы Мэйвезер Ставил блок при атаке Когда на него наваливались Откидывался назад Да, пора, пора Мэйвезеру что-то уже изобретать В шестом-то раунду Да, ему, понятное дело, родные стены помогают Но я бы не стал на это полагаться Дебют в легком весе Нужно доказывать свою правоту На такой шаг Вот в предыдущих раундах тактика Мэйвезера По крайней мере, была понятна в чем Он хотел заставить противника потерять уверенность За счет того, что подставлял его Заставлял промахиваться Но на мексиканца это никак не подействовало Он продолжал давить Продолжал преследовать по всему рингу Мэйвезера И сейчас уже нужно что-то другое Изобретать Нужно попытаться Остановить По стилю где-нибудь на середине ринга А не у каната Плохо это выглядит Куда красавчик Флот Все время пятится Да нет, ничего тут не было Тоже Столкнул Кастильо просто Мэйвезера Но согласитесь Все это смотрится-то Как-то не в пользу Флойда Никакое уважение К великому чемпиону Со стороны Кастильо Он его гоняет Преследует Парлингу Не реагирует На пропущенные даже удары И снова Кастильо устраивает Прекрасный раунд Да, вот видите Статистика дает нам Что все проигрыши Ася Луиса Кастильо Были нокаутом Ни разу он по очкам Не проиграл Если проигрывал То падал Тем более Честь ему Хвала За то Что он избрал Такую Яростную Напористую Тактику Против самого Мэйвезера Так что С нервами Тут все в порядке Ася Луиса Кастильо Насколько Все-таки Мощнее удар Мэйвезера По звуку Различающих Публике не нравится Что Мэйвезер Тут вот Вальсирует Практически Почти 80% Боевого Времени Мэйвезер Проводит В защите Защищается он Легко Ну вот Субтитры создавал DimaTorzok Да, прямо скажем, вот эти вот трюки, попытка ударить локтем, зажать противника подмышкой, придушить его, навалиться сверху предплечьем на шею, когда Костила садится. Это, в общем, говорит о том, что Мейвезер не очень уверен в себе сейчас. Еще один удар локтем. Ну вот, может, вот Мейвезер. Запрещено правилами. Он это знает прекрасно. Вот так. Смотрите-ка. Поразительно. Мейвезер накормили, собственно, как говорится, в американском ринге его же собственной конфеткой. Контратака после защиты, и какая эффектная. А это Костиле, блестяще провел этот ринг. Костиле, блестяще. Костиле. Субтитры сделал DimaTorzok Не самый лучший эпизод для повтора, конечно, выбрали ребята из HBO Вот, смотрите, как быстрое время-то летит Восьмой раунд начинается на одном дыхании Прошли все предыдущие семь Что значит качественный бокс? Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, в этой позиционной игре по стилю тоже выглядит прекрасно Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, мне кажется, что Майвезеру нужно очень много отыгрывать за оставшееся время, если он хочет победить Желательно бы, конечно, попасть жестко Но он сейчас больше озабочен защитой Потому что, помнится, у меня таких противников у него еще не было Которые, которые вот так вцепившись в него преследовали его раунд за раундом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конец восьмого раунда Интересно, Костиле мог бы повторить трюк Майвезера, но не стал Когда тут залился на головой подмышкой Замечательно, конечно Можно было ограничиться просто замечанием Но Дракулич помог Мы запомним этот эпизод Помог Майвезеру Помог Соединенным Штатам Бывают вещи, действительно Бывает, когда боксер срывается после команды, не может остановить свой удар На мой взгляд, то же самое произошло и с Костилем Да, но мы должны работать больше Дай ему палец, что звучит на кампане Не дай ему respirать никакого, что ты думаешь? Мы видим, что это эффективное состояние для себя Держи, 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 держи Держи, держи, держи Держи, держи, держи Держи, держи Держи, держи Держи Держи, держи Субтитры создавал DimaTorzok Да, Мэйвезер свою репутацию теряет, потому что действительно никто не ожидал, что он будет так избегать боя в некоторых эпизодах. В чем это не от страха? Он считает, что он демонстрирует высокий класс защиты и этого достаточно. Локоток таки ставит Мэйвезер по-прежнему. Левый локоть направлен в горло. Видите? И пора бы ему еще влепить одно замечание и снять еще одно очко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дракуличу неплохо бы зайти с другой стороны и увидит этот левый локоть наконец. Думаю, что Мэйвезеру неплохо было бы вот так упереться в начале боя. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы сразу установить статус КВО. Оба были тогда свежие. Оба могли бы наконец найти вот эту схему удобную. Субтитры создавал DimaTorzok Хотя вообще советы, конечно, давать. Тем более в таком бою с бойцами такого класса. Не знаю, как вы, а у меня Кастильо вызывает восхищение своей просто поразительной сокрушительной настойчивости. Так объективно, если ввести подсчет достоинств каждого бойца, то преимущество ну сто процентов будет на стороне Мэйвезера. А потрясающая воля, целеустремленность Кастильо, конечно, весь бой сделала. Финальный раунд. Двенадцатый. Финальный раунд. Двенадцатый. Финальный раунд. Двенадцатый. 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 Напоминаю, это бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBC. Хотя Луис Кастильо в течение 12 раундов преследует одного из лучших боксеров мира Флойда Мейвезера в этом бою, на мой взгляд, бой выигрывает. Не хочу навязывать вам своего мнения, сразу говорю, но вот у меня складывается такое впечатление. Спасибо за просмотр! Да, Кастильо выкладывается полностью. И честь ему хвала за это. Последняя минута последнего раунда пошла. Не знаю, на мой взгляд, в течение всего боя Мейвезеру ничего не удалось сделать, сколько-нибудь впечатляющего для того, чтобы этот бой выиграть. Кастильо! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok